Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу рассказать о том, какие налоги мы платим и когда. Дело в том, что недавно у меня один молодой человек спросил в чате, говорит, Юрий, а если я сам буду копить деньги на пенсию, буду сам создавать свой пассивный доход, к чему я всегда призываю, нельзя ли мне отказаться от уплаты налогов и не платить вот эти 13%, которые я плачу на государство, на то, что оно содержит пенсионеров. То есть человек искренне уверен, что он платит 13% налогов, и на эти налоги существует и государство, и все пенсионеры, и все прочее. Вот. С другой стороны, еще один человек посмотрел передачу «Царьград», и там сказали, что мы платим налоги 80% от доходов. И он спросил у меня, Юра, а вот как так получается? Объясни мне, пожалуйста, расскажи, откуда это берется, и так ли это вообще. Ну, это не вполне так, я ему объяснил, но я понимаю, что у людей есть вопросы, и поэтому давайте попробуем внести в это дело ясность. Я буду говорить очень грубо, опуская массу деталей, но, в общем-то, постараюсь объяснить. Да, и еще люди очень часто пишут, что вот мы там и готовы бы заплатить налоги, но пусть вот эти вот олигархи, значит, вот их надо, так сказать, с них снимать налоги, потому что они не платят, только получают, а мы там бедные и нищие только платим, и олигархи существуют на наши деньги. Вот. Ну, давайте посмотрим, кто платит реально, кто не платит, и за что, и когда. Итак, ну, налоги неотделимы от государства, государство существует за счет налогов. Для чего берутся налоги? Налоги берутся на содержание государства, это суды, потому что если нас кто-то обижает, то мы идем в суд, как правило, мы вызываем полицию, есть там хулиганы и так далее. Милиция существует на налоги, это госслужащие, вот, также госслужащие это чиновники, это мэрия, дороги строятся тоже за счет налогов, ну, и много всего, медицина и так далее. Поэтому налоги нужны. Вот. Как собираются налоги? Да, и инвалиды тоже, кстати, существуют на налоги. Вот. Как платятся налоги? Налоги платятся, ну, практически, наверное, всегда, когда существует какое-то движение легальное абсолютно денежных средств. То есть, когда мы получаем, там, зарплату или другие доходы, то обычно мы платим налоги, и это с одной стороны, а с другой стороны, когда мы что-то покупаем официально, там, с документами, с чеком, то мы видим в чеке, значит, цена, в том числе НДС и так далее. Поэтому налоги платят все. Давайте посмотрим по категориям, кто и как платят налоги. То есть, когда мы что-то покупаем, мы в любом случае туда входят налоги, и туда входит много всего. Сколько всего туда входит, вы поймете через некоторое время. Вот. Ну, давайте по порядку. Кто не платит налоги вот при получении доходов, при получении зарплаты. Итак, смотрите, у нас есть, ну, достаточно большая категория. Это пенсионеры, которые живут на пенсию. Так вот, с пенсией, насколько я понимаю, подоходный налог не берется, 13% вот эти. То есть, не берется, и пенсионеры не платят НДФЛ, 13%. Вот. Они, когда покупают что-то, то есть, они покупают все на общих условиях, в этот момент там все, в цену включены налоги. Вот. Но непосредственно пенсионеры вот этот налог не платят. Если они работают где-то дополнительно, то это уже другое дело. Вот. Теперь вторая категория, которая не платит налоги, это преступники. Это, грубо говоря, нелегальный бизнес, скажем так. Ну, и преступники. Что это такое? Ну, скажем, ну, всякие наркотики и так далее. Естественно, они, ну, как, не берут чеки, не выдают, поэтому не платят налоги. Налоги не платятся со взяток. То есть, смотрите, это целая большая категория, я вас уверяю. Если вот госчиновник, да, вот он сидит и от его подписи зависит, кто-то что-то получит или нет, получат ли деньги или нет. И он говорит, я поставлю подпись только после того, как ты мне заплатишь, там, откат, взятку, так сказать, там, чем-то еще там. Вот. Естественно, это все не фиксируется. И эти деньги, так сказать, ну, как бы идут мимо налогов. Вот. Вот. Это достаточно существенное. То есть, смотрите, ну, скажем, когда, ну, вот сейчас этого уже нет практически, но раньше гаишники вот просто бандитствовали на дорогах, они вылавливали несчастных водителей, и, естественно, они не платили никаких налогов. Вот. И то же самое, ну, например, то есть, вы не представляете, какие масштабы, там, собственно, как бы предприниматель, например, да, хочет получить подряд на строительство, ему говорят, пока не заплатишь откат, не это самое, не дадим. Там суммы огромные достаточно. И, естественно, с этих сумм никто не платит налоги. И более того, есть такие мерзавцы, чиновники, которые просто берут вот эти вот деньги, это в районе 30% от стоимости, скажем, здания или сооружения, а потом могут еще и все отобрать целиком здания. У меня были примеры таких вариантов. Когда человек построил здание, получил предоплату 50%, потом сказали, чиновники отказались это, то есть сказали, что ты и здание, и предоплату, и, так сказать, верни, пожалуйста, а здание ты не построил. Вот, и просто разорили это. Сплошь и рядом такое бывает. Там просто... Вот, беспредел. Вот, вот с этих денег налоги не платят. Теперь дальше. Кто еще не платит налоги? Ну, все, кто работает нелегально. Нелегально. То есть всякие вот няни, там, массаж на дому, значит, там, медсестра домой приходит, сделала укол, там, взяла 100 рублей, и, естественно, она не платит налог. Ну, это копейки, на самом деле. Вот. Вот, очень часто люди, которые в собственном гараже, так сказать, ремонтируют, там, ну, машину соседу, тоже не платят налоги. Вот. Ну, обычно это суммы, там, доходы их крайне невелики. Вот. И государство долгое время закрывало на эти деньги, но эти люди не платят налоги, с одной стороны. А с другой стороны, они пользуются дорогами, и, как бы, если по справедливости считать, то они, значит, пользуются тем, за что они не платят. Вот. Все люди, которые получают зарплату, вы сейчас увидите, достаточно много платят налогов, в том числе олигархи. Олигархи больше всего платят налогов в абсолютном выражении, я вас уверяю. Значит, есть, давайте следующая категория граждан, значит, вот, то есть мы с нелегалами разобрались. Да, есть, скажем, нелегалы, которые, вот, гастарбайтеры приезжали, всякие таджики, узбеки, они раньше не платили налоги, потому что они все работали нелегально. Сейчас тоже, значит, есть еще те, которые работают нелегально, их довольно много, но большинство из вот этих вот узбеков, таджиков, талибов так называемых, они сейчас все имеют разрешение на работу временно какое-то, и если предпринимателя поймают или кого-то поймают за тем, что у него работает нелегальный узбек, то там мало не покажется. Страфы совершенно бешеные, и во всем мире так, поэтому стараются вот сейчас вот все фирмы, которые работают, узбеков, те, которые нанимают, там все узбеки работают, таджики, легально, и они платят не 13% НДФЛ, а они платят 30% от доходов. Все неграждане платят подоходный налог в размере 30%, и это вполне справедливо, вы скоро поймете почему. Вот, теперь далее. Кто еще, значит, следующая категория, которая вот, ну, меньше всего платит налогов, это предприниматель, который работает по патенту. И налоговая сейчас вот очень активно ведет деятельность для того, чтобы люди, ну, по крайней мере, регистрировались, что они работают по патенту. Патент это, ну, такая штука, просто заплатил какую-то денежку за патент, и в течение года ты работаешь, к тебе никто не пристанет. Ну, это как раз вот предназначено для таких категорий, как там няни, скажем, вот эти вот шприцы там и так далее, про что я говорил, массаж на дому, ну, возьмите хотя бы патент, заплатите хоть что-то государству. В принципе, это справедливо, там очень маленький налог. Но те, кто работает по патенту, они работают исключительно самостоятельно и без образования юридического лица. Просто он говорит, я самозанятый, вот я так. Теперь далее. Следующая категория, которая меньше всего платит, это ИП. ИП – это индивидуальный предприниматель, это уже юридическое лицо. Но ИП, есть там несколько вариантов, как организовать ИП. Вот, скажем, ИП есть, который платит 6% от дохода, и есть ИП, который платит 20% от разницы между доходами или расходами. И можно выбирать для себя наиболее оптимальный вариант, какой лучше. И я рекомендую это делать на самом деле, потому что, ну, здесь надо просто посчитать и все. Вот, итак, 6% от дохода, заплатил 6% от дохода, ИП заплатил 6% от дохода, и остальными деньгами пользуется в произвольном порядке, больше ничего не платит. Но здесь вот есть нюанс один. Значит, у меня там спрашивала в комментариях женщина, что говорит, вот, мама там ИП, она там работает, получает какие-то деньги, и она взяла как ИП, заплатила, ну, со счета ИПшного, ИПшный счет есть как ИП. То есть человек, смотрите, существует в двух ипостасях уже. Он как ИП, это уже юридическое лицо, и есть физическое лицо, просто человек. Вот, и смотрите, если ИП платит своему владельцу, то есть владелец пользуется деньгами, то есть снимает со счета деньги наличными, здесь никаких проблем не возникает. Но если ИП, со счета ИП переводятся деньги к какому-то иному физическому лицу, то получается, что это иное физическое лицо получает зарплату. И, соответственно, нужно платить налоги на зарплату, на доходы. Об этом мы сейчас поговорим. Вот, здесь очень-очень четко надо различать. И там, как бы, спустя два года, так сказать, там вот они пользовались, и налоговая сказала, а не хотите ли заплатить налоги? И там, когда выкатило налоги и плюс пение, то, в общем, так сказать, люди на уши встали. Вот, и я посоветовал обратиться к юристам, потому что, ну, просто по незнанию. Юристы помогли, на самом деле, там женщина заплатила своему мужу, как бы, то есть, ну, просто у нее не было карточки у самой, и она, так сказать, как бы, типа заплатила мужу и на карточку перевела деньги, думала, что это, ну, как бы, за здорово живешь. А там, оказывается, это восприняли как зарплату. Я посоветовал, ну, конечно, этим не делать, надо карточку завести просто на ИП и пользоваться этой карточкой. Никаких проблем не будет. Просто карточку завести, то есть, две карточки. Есть одна карточка на меня, например, на физическое лицо, и на меня, как на ИП. Вот, и все, то есть, там на карточке будет написано ИП Демитков, это значит, что все, так сказать, заплатил 6%, дальше пользуешься как хочешь. Все, что угодно. Продукты покупаешь, никто не спросит, потому что 6% с оборота заплачено. Вот, ну, в том случае, юрист помог, там оформили, как дар близкому родственнику. Расчеты, так сказать, ну, между близкими и родственниками не облагаются, естественно, налогами. Вообще никак. Вот, то есть, там помогли, но здесь надо внимательно. Смотрите, теперь дальше. Зарплата, то есть, если ИП платит, нанимает работников, а ИП уже имеет право нанимать работников, и он платит этим работникам зарплату, то возникает не себе, работникам, возникают уже налоги на зарплату. Давайте посмотрим, какие налоги на зарплату платят люди. Смотрите, вот ФЗП, вот здесь вот, да, видим, ФЗП, это фонд заработной платы. Ну, скажем, ну, если в процентах, 100%. Вот, от фонда заработной платы мы все платим от доходов, 13% от доходов. НДФЛ, налог на доходы с физических лиц. Вот, этот налог платят все с доходов, с легальных, 13%. Это надо знать. И, ну, платится не только за это. 13% это подоходный налог. Это плательщиком налога этого является физическое лицо. То есть, если вам на фирме у вас оклад 100 рублей, то вы получаете 100 рублей минус 13%. То есть, вы как физическое лицо платите налог государству, как физическое лицо. То есть, здесь плательщик физическое лицо. Смотрите, если вы получаете 100 тысяч рублей оклад, то вам на руки дают 87 тысяч рублей. Но это не все налоги. Предприятие отчисляет еще за вас отчисление в пенсионный фонд. Так вот, в пенсионный фонд отчисляется 22% от фонда заработной платы. Друзья мои, 22%. Это не вы платите, это предприятие платит. ИП должен платить вот эти 22%, насколько я понимаю. Здесь я не уверен. Я у меня просто ООО в двух вариантах с НДСом и без НДСа. Вот я эти налоги плачу. Вот, в пенсионный фонд, я спросил у бухгалтера специально, сколько налогов мы платим. В пенсионный фонд мы платим 22% от фонда заработной платы. Дальше. Вот не знаю, почему 2Ф она написала. Ну, короче говоря. ОМС. Обязательное медицинское страхование. 5,1% от фонда заработной платы. Мы переводим. ФСС, фонд социального страхования, 2,9% от фонда заработной платы. Мы платим, это плюс. Ну, и травматизм, это в зависимости от вида деятельности. Значит, у меня полиграфия, в моем случае 0,2% от фонда заработной платы. Итого, если вы посчитаете, 22%, 5,1 плюс 2,9, это получается ровно 8%, то есть 30,2% от фонда заработной платы я плачу сверху. Итак, значит, смотрите. Следующее окошечко открываем. Вы получаете 100 рублей. С этих 100 рублей вы получаете в чистую 87 рублей. При этом платится 13 рублей с каждых 100 рублей НДФЛ. В пенсионный фонд переводится 22 рубля, ОМС 5,1 рубль, соцстрах 2,9 и травма 0,2%. То есть получается, что вы получаете, смотрите, вот сюда, так, сейчас я, вот где тут, да, вот сюда. То есть вы получаете на руки 87%, то есть если считать это 100%, то налоги с этих 87% считать, если, составляют 43 рубля 20 копеек, я посчитал. Вот это все просуммировал, то есть 50%. Это если вы работаете в фирме, которая не платит НДС. Это очень грубо на самом деле, достаточно грубо, то есть это вот, ну, по минимуму. Там есть еще налоги, они не связаны с фондом заработной платы, вот, но там налог на прибыль, например, он никак не связан с фондом заработной платы. Но вот эти налоги вы платите. Теперь далее. Если фирма достаточно крупная, то эта фирма является плательщиком НДС. То есть если фирма работает с НДС, то там, я про НДС отдельно, так сказать, думаю снять видео, потому что довольно сложно, так сказать, как он начисляется. Если бухгалтера там, я постоянно с ними спорю. Вот, но НДС это налог на добавленную стоимость, который платит предприятие. Что входит в добавленную стоимость? В добавленную стоимость входят и налоги все, вот эти вот, которые я перечислил, и зарплата. Ну и кое-что еще входит, я об этом расскажу потом. Ну, в данном случае, значит, ну, налоги, вот все вот эти вот пенсионные, отчисления и так далее, все они входят в добавочную стоимость. Это добавленная стоимость. Вот, и сейчас это 18%, это планируют повысить до 20%. Но вот на текущий момент, значит, 18%, вот здесь вот я взял и показал вам 18% вот от этой суммы. Вот от всего, то есть плюс зарплата, вот от всех вот этих вот цифр, если просуммировать, то 18% от всех вот этих вот платежей составляет еще 23,44%, вы видите, да? Вот, итого, значит, если, так сказать, мы добавим сюда НДС, то получается, что 77% от чистой зарплаты идут государству. Не 80%, меньше, пока 77% будет, чуть больше после того, как повысит НДС. Итак, смотрите, когда вы покупаете что-то, товар, и там написано, что в том числе НДС, это значит, что когда вы покупаете товары, вы платите кому? Вы платите, ну, государству НДС, да, потому что он берется с этих денег, вы платите зарплату тем людям, которые участвовали в производстве этого товара, правильно? Вот, и так далее, и так далее. То есть в этот момент вы платите вот эти вот 77%. А когда вы получаете зарплату, то государство при этом забирает деньги такие, ну, вот то, что я сказал, если вы работаете как ИП и платите себе, то 6%. То есть ИП-шники меньше всего платят, ну, во-первых, преступники, скажем, и нелегалы всякие. Потом патент меньше всего платят. Меньше всего платят ИП-шники, которые на 6%. Ну, как бы я бы не сказал, что они меньше всего платят, ну, там, в общем, надо считать. Вот, то есть ИП, вот, а потом те, кто ООС НДС. Вот они больше всех платят. Вот, и так как большинство товаров, которые мы покупаем, они производятся с НДС, то при покупке мы платим вот практически всегда вот эти проценты. Теперь далее. Значит, налоги бывают еще и, ну, доходы бывают не связанные с работой. Ну, скажем, доходы от проценты от банковских вкладов, например, да? Вот, и там, в общем-то, пока проценты, то есть налог на доходы не берется. Налог на доходы не берется от дохода, который вы получаете за купонный доход от облигаций федерального займа, от государственных облигаций. Ну, потому что это государство платит, и было бы глупо государству за государство, так сказать, как бы из одного кармана в другой перекладывать. А вот, вот, и 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 вот, подоходным налогом они облагаются налогом на дивиденды который составляет 13 процентов то есть точно такой же как бы налог но это налог на дивиденды не подоходный в этом есть нюанс небольшое смотрите если вы открыли счет как и из то по иису по доходам с иису например да то есть вы выбираете там форму такую иису по которой не платится налог подоходный но вы получаете дивиденды вы получаете вы платите налог за от дивидендов там берется 13 процентов налог на дивиденды это не распространяется ну это не подоходный то есть есть нюанс небольшой но если там корпоративные облигации то соответственно 13 процентов берется с купона это подоходный налог вот что еще что еще что еще да вот при ценных бумагах значит если я купил ценные бумаги по одной цене продал по другой получил доход с этого дохода 13 процентов берется и берет эти проценты брокер он выступает в качестве налогового агента то есть там все деньги которые с брокерского счета я получаю они абсолютно чистые и если я с брокерского счета перевожу деньги на свою карточку то никто никаких вопросов мне не задаст еще один вариант когда мы можем получить деньги без налогов это социальное страхование то есть мы сами можем добровольно создать свой скажем фонд то есть есть независимые пенсионные фонды они существуют во всем мире то есть социально накопительная программа и если я откладываю туда деньги на долгий срок то есть это важно то потом когда я получаю эти деньги назад то с этих денег налог не платится подоходный вот это очень важно это социальные деньги во всем мире и по международному законодательству налог не платится с социальных платежей это считается вот социальное страхование там и так далее если договор заключен на срок более 7 лет у нас но независимые пенсионные фонды как-то государство загасило но вот этот вот и из это попытка вот здесь сделать так чтобы но социальные деньги типа долгосрочное инвестирование и так далее и из у нас три года то есть если мы накапливаем деньги на иисе больше чем ну как бы вот на три года и из то по одному варианту нам либо возвращают ндфл 13 процентов либо второй вариант мы не платим с ииса налог подоходный то есть с полученных доходов тоже очень ну как бы поддержка государства вот чтобы люди вкладывали фондовый рынок и так значит смотрите выводы мы платим налогов не 13 процентов и не 80 а в зависимости от того каким видом налогообложения мы как бы ну под какой вид налогообложения мы обладаем то есть мы можем быть значит там если нелегалы то значит один вариант есть там какой-то преступный бизнес давайте отбросим это дело вот дальше и пешники значит но патент просто патент раз в год и пешники 6 процентов дальше все остальные кто работает по найму ну в зависимости от того как я сказал теперь кто сколько платят олигархи и сколько платят неимущие олигархи со всех получаемых легально доходов платят все вот эти налоги которые я перечислил и если например вы зарабатываете скажем 10 тысяч рублей то вы платите налог ну по доходные начнем с этого до 1300 рублей если сечен получает 2 миллиона рублей в год в день в день то поверьте мне он платит соответствующие деньги то есть 2 миллиона в день это сколько получается 60 миллионов в месяц 60 миллионов в месяц он платит там сколько там 60 10 10 процентов это 6 процентов ну где-то в районе 10 миллионов в месяц он платит подоходный налог только подоходный а дальше там его фирма роснефть платит ну короче говоря самый большой плательщик в стране это ну там меняется иногда местами то роснефть то газпром лукойл то есть они платят больше всего налогов это реально вот и кроме шуток они платят там в офшоры еще что-то вот я ланте листом всяким но это уже другая тема и я не буду этим касаться вот таким образом правда такова что самые малоимущие которые больше всего орут что с них государство все обдирают так вот эти самые малоимущие платят на самом деле меньше всего и чаще всего они вообще ничего не платят поэтому в этом смысле все справедливо я надеюсь что это видео было полезно я надеюсь что информация которая но я дал как бы есть к размышлению по крайней мере я не хочу призывать у вас не платить налоги например да и не хочу говорить что государство там плохое и так далее вот так просто происходит так как она есть и так как мы платим налоги мы просто если мы начнем требовать от государства отчета за то как государство использует наши налоги то мы будем жить в очень приличной стране спасибо за внимание с вами был девятков юрий